В утверждение, будто сирийское правительство применяло химическое оружие в Джабаре, Шейх Максуде, Саракибе, в районе Алеппо, а также в Хан-Шейхуне 4 апреля 1917 года. Все эти истории – не более чем необоснованные обвинениями. Кто заявил о применении химического оружия, тот и должен обосновать свою версию, представив соответствующие доказательства. Но на основании информации от ОЗХО, Великобритания, США и Франция пришли к мнению, что по вашей стороне нужно нанести удары. Да. Прийти к мнению – это одно, а предъявить доказательства – совсем другое. Мы говорим о доказательствах. Где улики, которые подкрепляют их версию? Улик нет. У них ничего нет. Правдивы ли сообщения? Предполагается, что они распространились вашей стороной. Будто видеодоказательства подвергались манипуляциям, а применение химического оружия действительно имело место, но было совершено так называемыми повстанцами при помощи властей Саудовской Аравии. Да, эти материалы есть на Ютьюбе, и вы можете с ними ознакомиться. Была организована полномасштабная инсценировка, и некоторые ее участники выступали в роли жертв в ходе множества инцидентов, которые связаны не только с химоружием, но даже с бомбардировками. Человек прикидывается жертвой, а по окончании съемок, как ни в чем не бывало, встает и без проблем двигается. Это есть на Ютьюбе. Там все отлично видно. Мы можем предоставить вам доказательства. Но ведь никаких других доказательств, кроме этих, нет. Белые каски, имеющие поддержку правительства Великобритании в лице ее МИДа и недавно получившие дополнительное финансирование от администрации Трампа, утверждают, что данные видеозаписи абсолютно правдивы, а их авторы к 2018 году спасли в вашей стране 150 тысяч человек. Опять же, среди этих якобы ангелов из белых касок мелькают лица и тех, кто состоял в рядах Аль-Каиды. Их прекрасно видно. Изображения весьма четкие. В том числе на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Все это с легкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям белых касок. Они крыло анусры. Британская государственная вещательная компания BBC и организация Amnesty International предполагают, что ваше правительство в период с 2012 года убило 11 тысяч человек с помощью так называемых «бочковых бомб». Это расценивается как нарушение резолюции Совета безопасности ООН 2139. Организация Human Rights Watch ссылается на спутниковые снимки. Выходит, с одной стороны, ваши слова о постановочных роликах на Ютьюбе, а с другой сообщение о крупнейших НПО и СМИ стран НАТО. Хороших войн не бывает. Это очевидная истина. Ни одна война не обходится без жертв. Но заявление о том, что армия или государство идет убивать гражданское население, свой собственный народ, совершенно безосновательно. По одной простой причине. Война в Сирии была борьбой за сердца людей, а бомбардировками их не завоюешь. Сирийская армия воевала против террористов. Случалось ли так, что при этом страдало гражданское население? Не исключено. И здесь могут быть расследования. Но разве стали бы сирийцы поддерживать свое государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали? Неужели эти...